Это новости Дагестана, в студии я, Фатима Абуталибова. Здравствуйте! Сейчас коротко о главных событиях выпуска. Еще одна вариация COVID-19 обнаружена в России. Нарушители правил дорожного движения ждет ужесточение наказаний. В России состоится первый турнир «Лики Брейв». Подробности в выпуске. И вначале немного приятной статистики. В нашей республике в первую неделю января родилось 823 ребенка. А в новогоднюю ночь в Дагестане на свет появилось 67 мальчиков и 50 девочек. Всего в мире 1 января родилось более 370 тысяч детей. Больше всего почти 60 тысяч в Индии. Также в лидерах Китай, Нигерия, Пакистан и Индонезия. В России же в первый день нового года появилось на свет почти 5000 детей. Как отмечает Минздрав, родильные дома в настоящее время функционируют в обычном режиме. Ну а тем временем британский штамм коронавируса добрался и до России. Мутацию COVID-19 обнаружили во время обследования россиян у одного гражданина, который накануне возвратился из Британии. О появлении нового типа вируса в Великобритании стало известно еще в середине декабря прошлого года. Считается, что новый штамм на 70% заразнее обычного ковида. Однако это не влияет на тяжесть заболевания. В России могут ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Так, три грубых нарушения за год могут стоить автолюбителю водительских прав. Если в течение года водитель был трижды наказан за превышение скорости на 60 км в час или выезд на встречную полосу, а также проезд на красный свет, его могут лишить прав на срок до полутора лет. На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. Сейчас за езду в нетрезвом виде наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Предполагается, что новая норма будет действовать в отношении не только автомобилистов, но и пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого подобного транспорта. Паломников, желающих совершить малый хадж, призывают к вакцинации от COVID-19. Такое заявление было сделано официальным представителем Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммадом Салихбентеном. Отметим, что вакцинация не является обязательной, а носит только рекомендательный характер. Также вакцинация не освобождает от соблюдения всех профилактических мер в виде дистанции, использования дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Накануне Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди посетили представители Кунипского района. В состав делегации вошли глава муниципалитета, депутаты, религиозные и общественные деятели, а также бизнесмены и именитые спортсмены. Как сообщает прислужба Муфтията, встреча получилась плодотворной. Ее участники обсудили актуальные проблемы района и нынешней молодежи. В ходе беседы отметили необходимость тесного сотрудничества богословов, представителей власти и общественности в решении вопросов, которые возникают в обществе. В завершении встречи Муфтия обратился к представителям Гунипского района с ценными наставлениями и мудрыми советами. Мэр Каспийска сообщил о приобретении насоса для нужд города. С такой просьбой к Борису Гонцову обратились специалисты водоканала. По словам коммунальщиков, если основная система водоснабжения выйдет из строя, город может остаться без воды. Теперь же при возникновении непредвиденных ситуаций будет запущен дополнительный насос. Отметим, что с середины ноября жители Каспийска испытывали проблемы с водой. Причиной всему стали сильные ливни. Изношенные очистные сооружения не справились, вследствие чего в озеро попали дождевые и канализационные стоки вместе с мусором. Чендерчирос декабря посетили свыше 18 тысяч туристов. Накануне с деятельностью базы ознакомился глава Минтуризма Республики Расул Ибрагимов. Глава Кушинского района ознакомил в Рио министра с инфраструктурой базы, гостиницы на 50 мест, техническими корпусами и лыжными трассами. Как отметил представитель базы, за последние два года здесь проведены масштабные ремонтные работы. Установлен новый подъемник на 700 метров. Приобретено более 200 пар новых лыж и тюбингов. Кроме того, начался ремонт дороги, который ведет от села Гинта к базе. В следующем году дорожные работы планируется завершить. Нерешенными пока остаются вопросы, связанные с электро- и водоснабжением данного объекта. В свою очередь, Расул Ибрагимов отметил, что имеющиеся проблемы все-таки тормозят развитие базы. Но, несмотря на это, сюда приезжают десятки тысяч человек. Он заверил, что в ближайшее время об этих проблемах будет доложено руководству республики, чтобы принять необходимые меры для их решения. В Махачкале ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие дни в столице предвидится неблагоприятный прогноз погоды. Ожидаются осадки в виде дождя. Продлятся они и завтра, а с наступлением ночи перейдут в мокрый снег. При этом усилится северо-западный ветер, а во вторник со второй половины дня усилится юго-восточный ветер до 6-11 метров в секунду. Температура ночью в городе местами опустится до минус 1 градуса. И к спортивным новостям. Дагестанский боец ММА Эльдар Эльдара возглавит первый турнир Лиги Брей в России. Вечер боев 16 января пройдет совместно с промоушеном «Крепость Селекшн». В эти дни спортсмен проводит финальный этап подготовки. На одну из заключительных тренировок побывал Курбан Рагимов. Зимние каникулы Эльдар Эльдаров провел в спортивном зале. Впереди у чемпиона Лиги Брей в защита титула. Поединок против бразильского нокаутера Леонардо Мафра возглавит совместный турнир бахрейнского промоушена с Лигой «Крепость Селекшн». До конца, до конца. Три минуты осталось. Эльдаров уже пять лет живет и тренируется за границей, но в связи с пандемией был вынужден пройти подготовку на родине. Провел первый этап своих сборов в родном селе Хунзахи. 2000 метров над уровнем моря. Делали пробежки, работали на выносливость, качку. Следующий этап вот здесь в зале Кеечке, Дагестан. Дагестан это место, где на данный момент, наверное, больше всего бойцов в мире тренируется. И любого вида бойца, любого стиля бойца ты можешь найти себе. И прийти в зал, и вот видите, человек 40-50, и ты выбираешь, который тебе по стилю подходит и работаешь. Не везде такой выбор. Девять из десяти победных боев Леонардо Мафра выиграл нокаутом. Очевидно, что и в этой встрече экс-боец UFC будет искать счастье в ударной технике. Эльдаров – базовый самбист, который способен не только навязать свою манеру, но и принять бой в стойке. Воспитанник Абдулманапа Нурмагмедова впервые выступит без поддержки своего тренера. Последний бой тоже он был рядом и радовался за меня. И даже сейчас я, готовясь, смотрел, как сказать, в угол, как будто представлял, что у меня что-то, вот у него коронные фразы, «здобавили», «добавили». И когда я уставал, я представлял, как он мне кричит, «добавили, Эльдар». И вот это меня даже мотивировало. Соперник у него неплохой, бразилец, бывший боец UFC и многих крупных организаций. Ну, я думаю, он никаких особо проблем таких не составит нашему брату Эльдару, поскольку Эльдар очень хорошо готов. Также и в функционалке, и в борьбе, и со стойке. У Эльдара очень физическая мощь хорошая. Я думаю, он с любым поработает, и со стойки, если он в хорошей форме, да, и также и в борьбе может проработать. И три, и пять раундов. Помимо Эльдара Эльдарова на турнире в Сочи выступят еще семеро дагестанцев. В числе них – одноклубник Муртазали Шамхалов. Два раза он выигрывал золото чемпионата мира среди любителей, а теперь пришло время заявить о себе в профессионалах. Впереди большие планы, на результат работает вся команда. Конечно, чувствуется, как они ко мне относятся, как поддерживают, как со мной работают. Чувствуете? Утром, вечером. Утром, вечером они со мной работают. Вот сегодня утром в спарринге. В среду, в пятницу утром в спарринге будут. Вечером, и вот здесь возня, основная борьба, вечером отработки. До выхода бойцов в клетку остаются считанные дни. Все нагрузки уже идут на спад. Оставшиеся до турнира время спортсмены полностью посвятят сгонке веса. Вечер боев пройдет 16 января. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе представят 15 спортсменов. Об этом сообщил главный тренер дагестанской команды Магомед Асхабов. Всероссийские соревнования пройдут с 18 по 21 января в Ростове-на-Дону. Болельщики из-за исключения рисков заражения коронавирусной инфекцией не смогут посетить чемпионат. Наши спортсмены будут представлены во всех 10 весовых категориях. Перед чемпионатом России борцы классики провели учебно-тренировочный сбор в региональном центре спортивной подготовки в пригороде Махачкалы. Это были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин